Добрый день! Представляю вашему вниманию видеообзор от интернет-магазина billiardmag.com. Рассматриваем мы держатель для мела пластиковый. Это самый простой держатель из всех, которые есть в нашем магазине. Вот таким вот образом выглядит клипса, которая крепится к ремню и лежит к карману. К карману брюк или можно к карману жилетки прикрепить держатель к саму клипсу. И вторая часть это вот сам бокс, куда вкладывается мел. Как это делается? Все достаточно просто. Бокс состоит из двух частей. Здесь в нижней части сам держатель для мела. Вот так он выглядит. Сюда вкладывается мел. И затем мел закрывается вот такой вот крышкой. Плотно закрываете и все, можно пользоваться. Однако, по моему мнению, это не всегда удобно. Я говорил это в других видеообзорах держателей для мела. Почему неудобна эта верхняя крышка? Так как здесь сделано отверстие, и это отверстие ограничивает, так сказать, пространство для того, чтобы помелить шафт кия. Вот видите, допустим, вы держите кий, если это просто вот так помелить. Да, это не проблема. Но, например, многие, когда мелят, ну, так, все знают, что так достаточно тяжело на мелике. То есть, как бы, наклейку мелят не только вращательными движениями, но и на отмашь, когда вам нужно края подмелить. То есть, вот таким вот образом. При наличии этого отверстия сделать, ну, помелить кий вот на отмашь невозможно. Поэтому, ну, я предлагаю пользоваться, кому это, ну, кому действительно нужно мелить во всех, так сказать, направлениях. Поэтому, ну, я предлагаю делать так. Я предлагаю пользоваться держателем без крышки. Единственное, что мел здесь немножко неплотно сидит сюда, вставляется какой-то уплотнитель, там, бумажку какую-то можно свернуть, положить, и пользоваться вот так. Ну, так удобней. И плюс, как я уже упоминал, многие из нас мел подрезают, особенно, когда это мел дорогой. В любом случае, вот, когда он вымеливается, здесь дырка в мели, то подрезают мел, там, сначала на четверть, затем на половину. Поэтому, в принципе, удобнее, наверное, пользоваться без верхней крышки. Ну, еще один выход из положения, я уже рассказывал, это можно прикрепить к мелу пятикопеечную монету. Ну, в данном случае, это пятикопеечная монета, можно, там, любой другой кусочек металла клеится вот сюда, на нижнюю часть мела, вот так. Я обычным вот таким суперклеем клею, не знаю, что это за клей. Таким вот клеем я клею, и достаточно удобно. То есть, вы мелом пользуетесь, вот, как, скажем так, обычным мелом, без всяких там боксов, коробок, пластиков. То есть, вот так вот он держится. Особенно это актуально в условиях, когда человек пользуется мелом предатор, вот таким. Восьмиугольный мел не всегда удобно, не то, что не всегда удобно, он вообще не улазит ни в один держатель. Вот видите, тут, как ни старайся, он не влезет. Поэтому, здесь это единственный выход, это прикрепить вот монетку. Вот здесь сразу приклеена монета, вот так прицепить к карману. Крепите, и вот таким вот образом пользуйтесь. И опять же, удобно, даже если вы срежете мел до, там, четверти, все равно удобно пользоваться. Вот так. Собственно говоря, наверное, все. Больше сказать о этом держателе нечего. Это был видеообзор держателя для бильярдного мела от интернет-магазина billyardmag.com. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok